Мы не боимся на поле атак! Ведем наш российский флаг! Ожидание матча яркое и громкое. Задолго до начала первой игры Чемпионата мира 2018 в фан-зону на Георгиевской начали стягиваться болельщики. Самый преданный наносят аквагрим. Кажется, российский триколор на щеках у каждого третьего. К выходу готовится группа поддержки из Владимирского музыкального колледжа. Музыкальный колледж. Мы здесь участвуем в открытии чемпионата. Здесь у нас студенты-болельщики и там духовая группа. Среди студентов много футбольных болельщиков? Наверное, мужская половина больше. Но так все равно. Я думаю, что девчонки сегодня посмотрят чемпионат. К масштабному футбольному событию город, да и вся область, начала готовиться практически за год. Регион ждет гостей. Только во Владимире оборудованы две большие фан-зоны. На Георгиевской перед первым матчем России-Саудовская Аравия прошел красочный концерт молодежных и детских коллективов. Болельщиков поприветствовали первые лица города и области. Проект «Владимир. Культурная столица чемпионата мира» был придуман не только для того, чтобы было интересно приехать болельщикам, не только для того, чтобы туристы могли купить больше наших сувениров, но и для того, чтобы тем, кто здесь живет, было интереснее на наших улицах, была возможность действительно хорошо посмотреть чемпионат, пообщаться и ощутить себя в достойной жизни на своей земле. Посмотреть трансляцию из «Лужников» собрались сотни владимирцев и гостей города. Первый свисток и 12 волнительных минут. Первый гол нашей сборной и победные крики над Георгиевской. Одно дело ты болеешь дома, один даже громко хрящишь, но у тебя все равно никто не слышит, кроме родных и близких, которые ругаются периодически, не надо орать. А здесь, конечно, всеобщая аура, всеобщая команда, общий азарт, ну и общая победа. Пропустить большую трансляцию не могли и наши футболисты. Главный тренер «Торпеда» Дмитрий Везьмикин вспоминает, воспитанники Владимирской футбольной школы оставили свой след в мировой спортивной истории. В 1966 году Валентин Афонин, воспитанник Владимирского футбола, в составе сборной СССР занял третье место на чемпионате мира в Англии. И в 1988 году на Олимпийских играх в Южной Корее Виктор Лосев был капитаном нашей сборной и они стали первыми. В рамках большого футбольного праздника в области запланирована масса спортивных событий. Турнир «50 плюс футбол» стартует в Муроме. На поле выйдут команды старшего поколения. В Суздале на фестиваль «Вело-лето» приедут поклонники велоспорта. А на стадионе «Торпеды» померятся силы атлеты со всей России. Там пройдут богатырские игры, включающие в себя соревнования по борьбе и не только. Ну и кульминацией станет соревнование по силовому экстриму. Соревнование среди богатырей. Приезжает это соревнование интересное, зрелищное. Приезжают команды со всей страны. По три человека, по три богатыря от каждого региона. Они будут таскать комбайн, перетягивать комбайн. Будут перекидывать пивные бочки через 5-метровую высоту. Таскать автомобили на скорость. Владимир выбран культурной столицей чемпионата мира. Практически в каждом городе нашего региона организуют тематические площадки на любой вкус. От праздника шоколада в Покрове до Цветаевского фестиваля в Александрове. О том, что интересного произойдет и куда можно пойти и поехать туристам, рассказывают волонтеры. У них есть карта города Владимира туристическая. На обороте этой карты размещены наши основные мероприятия, которые в рамках культурной программы проходят. Карта на русском, на английском языке. Куар-код, с помощью которого они могут перейти на туристский портал, узнать оттуда тоже какие-то дополнительные вопросы. Основная стойка здесь находится с волонтерами. На вокзале есть информационная стойка. Ну и, конечно же, где у нас будут останавливаться автобусы с туристами. Основные возле палат, возле экскурсионного бюро. На вопросы волонтеры смогут ответить. Разгром команды Саудовской Аравии вдохновил российских болельщиков. Во Владимирских фан-зонах продолжатся трансляции матчей. Так что крики гол над центром города услышим еще не раз. Екатерина Гаврила, Стас Трегубов, Виталий Сергеев, Губерния, 33.